Рекламно-информационная программа Культпоход Начало первого в городе, и мы вас приветствуем уже в программе Культпоход. Добрый день, ведут программу Николай Голитов и Владимир Сметанин. Да, и сразу же представляем наших гостей Генриетта Чапурина, заведующая выставочным залом Вятского художественного музея имени Воснецовых. Добрый день, Генриетта Альбертовна. Напомню, что выставочный зал находится на Карла Липнихта 71. Еще один наш гость Николай Бутонов, руководитель творческой мастерской САМПО. Город Санкт-Петербург. Николай, добрый день. Добрый день. Да, сегодня мы будем говорить о выставке «Нереальная реальность», которая стартует в выставочном зале сегодня, 7 числа, в пятницу. Через час. Через час. Совершенно верно. В 13.00. Вам карты в руки. Более такой оперативной рекламы я не помню. С утра в газете, вечером куплете или наоборот, не помню уж как здесь. Прямо в эфире через час откроем. Итак, «Нереальная реальность». Что это, Николай? Как это рождалось? Это нисколько выставка, более полное название у нас «Лаборатория научных развлечений». То есть не просто тупо ходишь, смотришь, да, что-то, а научно развлекаешься и участвуешь непосредственно. Да, 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 именно. Тем более, что смотреть там надо участвовать. Ну, СМИ уже проанонсировали «Мир оптических иллюзий». Вот что с собой будет. Там не только оптические иллюзии. Там есть часть экспонатов, которые на тактильность. То есть это уже физические иллюзии, да? Да, 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 да. Это уже совсем страшно. Это заманивает. Нет? Это забавно. Это забавно? Да. Вы гарантируете? Причем для всех. Кто физику уже изучал, им приятно будет вспомнить и позабавиться. Что такое сила тока, например, да? Что такое сила тока, я на себе испытал, пока мы ее делали. Дернул. Неоднократно, да. По мне видно. Да вроде нормально выглядит. Мы как-то вот и смотрим так внимательно. Ну, давайте все-таки поподробнее, да, чтобы картинка сложилась в голове у слушателей. Более двух десятков экспонатов. Каждый из которых характеризует какое-то физическое явление. Разное. Например, такое физическое явление, как... Перспектива. Перспектива. Это скорее такое уже... Это раздел физики, это оптика. Оптика, да. Оптика, да. Или кинетика, да? Да, кинетическая скульптура у нас есть, когда движение порождает непонятное изображение, завораживающее. Так, дальше. На тактильность у нас темный лабиринт. Ну, большинство. То есть выйти из этого лабиринта, вот именно... Да. Обеда над собой, на самом деле. Полной темноте. Полной темноте. Абсолютно, да. Ну, там еще ждут куча забавных, приятных на ощупь сюрпризов. Вот. Будет интересно. Не острых? Нет, вы что, ни в коем случае. Какое-то у вас лицо при этом загадочное. Что-то, я думаю, насчет приятных сюрпризов вы шутите. Оно у меня всегда такое. Или там будут все-таки это чертики из табакерок высказывать? Нет? Нет, нет, нет. Все святой водой обрызганное. Да, ну, давайте дальше, дальше. Не хочу раскрывать много. Слушайте, к чему быть готовым? А вы не так и много раскрыли. Темный лабиринт вы как бы ничего не раскрыли, потому что он для всех темный и остался. Так что можно не боясь говорить. Что там еще? Звуковые, световые эффекты. Да. У нас всего хватает. Будет интересно разным категориям абсолютно людей. Но хочу заметить, что большинство экспонатов все-таки работает лучше через телефон, через видеокамеру. Через фотоаппарат. Это как? Ну, так. Многие оптические вещи, как правильно сказать-то выразиться, бинарное зрение человека, помогающие ему видеть предметы в объеме, не позволяет некоторым иллюзиям проявиться в полной мере. И они проявляются как раз-таки на экране гаджета. На экране, да, абсолютно верно. Это совершенно поразительный эффект. Так смотришь, вроде как бы что-то есть, но непонятно. А в Вятском художественном музее, кстати, недавно это был такой похожий проект, да? Можно было с гаджетом прийти и на картину. Ну, там плоскостное видение, а здесь в сооружении конструкция, здесь более интересные, разнообразные. Генрит, а вы уже попробовали эти экспонаты сами-то? Да, я сегодня прошла через каждый. Я поняла, что надо было изучать физику в школе все-таки. Чтобы быть готовым, да? Изучать-то мы ее изучали, потому что многие подзабыли уже. В школе не так интересно, поверьте. Здесь намного проще, интересно. Такие 7D-иллюстрации к учебнику физики, которые можно не только посмотреть с разных сторон, потрогать, пощукать, поучаствовать. Некоторые вещи, которые забываются, со временем вспоминаются, и достаточно забавно все происходит. Зрительные иллюзии я, например, многие объяснить для себя до сих пор не могу. Ну, логично предположить, что именно школьникам будет очень и весьма интересна эта выставка. Какое возрастное ограничение, кстати? Ограничения-то, по-моему, нет, мы не поставили, но дети с 4-5 лет начинают уже проявлять интерес ко всем этим фантастическим вещам, потому что любят фокусников, любят чудо, а чудо там хватает. Ну, подтвердите или опровергните, Николай, будет интересно школьникам тогда, для понимания... Всем будет интересно школьникам, и я не знаю, каникулы только начались, интересно им будет вспоминать или нет. Каникулы уже целые месяцы прошли, им пора бы уже возвращаться в реальную жизнь, в реальную реальность, так скажем так. А у нас нереальная реальность, забавная. Эта выставка где-то уже была? Да, мы... Ну, вернее, лаборатория, как вы сказали. Сколько ей уже времени? Она новая, свежая, это второй наш проект, но вот мы... Это второй город, куда мы приезжаем, закончили мы ее совсем недавно. Ну, как закончили мы еще? А где до нашего города? Бежкороля. Бежкороля, недалеко. Вот, и мы работаем над ней, пытаемся ее расширить, улучшить. Николай, еще вопрос такой, там вот посетители остаются один на один с экспонатами, или все-таки есть люди, которые на всякий случай готовы им помочь, да? Ни в коем случае, любезные сотрудники музея проинформированы полностью, на площадке находятся, всем собой... Они умеют вводить гостей из темного лабиринта? Они даже первую помощь прошли, на всякий случай. Все, веселей, веселей. Ты просто видишь эти ролики в интернете, когда люди в 3D очках находятся, да, и там что-то происходит, и начинают метаться. Нет, у нас такого нет. Кстати, вот интернет и явился, наверное, одним из толчков того, что направило нас на производство данной выставки. Да, вы знаете, сейчас цифровой век такой, все в интернете сидят, и с телефона, и с компьютера, и пролистывая новостную ленту там в соцсетях, натыкаешься достаточно часто на всякие забавные гифки, видео, там, фотографии, и вот часть людей как-то воспринимает это, ну, пролистнул и пролистнул, часть, ух ты, смотри, какая штука, и пытаются там все... Давайте попробуем повторить их. А вот у нас, да, а как это сделано? Так, интересно, давайте разберемся. Ну, понятно, как сделано, а как это сделать в реальности, исходя из своих бюджетов, инструментов, что и есть. Да, кстати, насколько трудоемкая вообще организация, да? Да, забавно, материалов различных использовали много, от дерева до специальных пластиков, светопропускающих в нужных пропорциях, много чего пришлось. Так, наверное, и людей много с вами пришлось задействовать, потому что в одиночку такое-то не сделать. А в одиночку у нас творческая мастерская. Вот эта мастерская, она такая, сколько, примерно, там людей активно сотрудничает с ней? Ой, не могу сказать, честно, не могу сказать. Десятки, сотни. Ну, сотен-то точно нет. Ну, десятки людей задействованы в этом шоу. Ну, да, больше, там, больше десятка точно, и больше, наверное, двух, если всех вместе все собирать, кто за что отвечает, кто чем помогал, кто как включался, было очень интересно. А вы, ваши коллеги, кто, собственно, по профилю, не знаю, по специальности, там, инженеры, механики? Художники. Художники. Танцоры, певцы. Ученые. Так. Просто люди. Да. Которые, которым интересно заниматься этим делом. Любопытные люди. Любопытные. Любознательные. Любознательные, да. В столице Мариэлла имела успех? Да. Вероприятие. Да. Ну, у нас полкниги отзывов большой, которые мы купили, нам написали, и все только хорошее почему-то. Так как Кира больше, чем Ежкарала, придется, мы, видимо, сразу и вторую книгу здесь закупать. А все уже подготовлено? Уже подготовлено. Конечно, да. Подходили люди. Дюнгалодиевов тоже такая будет? Нет, классическая. 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 Да. Подходили люди, узнавали, интересовались, а как вы вообще это сделали, вот какие-то моменты? Бывает. Вешкарли. Подходят? Бывает. Ну и... Объясняете, делитесь или говорите, нет, это тайна, это наше изобретение и вообще авторские права. Знаете, в первый день, когда там запускаешься, только когда открытие, когда после монтажа уставший, я обычно не делюсь. В первый день лучше к вам не подходить, на всякий случай. Да, метров за 20 точно. Злой и голодный. А потом, ну, то большинство людей, они сами понимают, что, как, чему и почему, и подходят только за уточнениями. Или даже иногда там полезные комментарии оставляют им, могли бы сделать, наверное, и вот так. Да, могли бы, но решили делать так. И, в общем, достаточно забавный диалог получается порой. А Генрия Альбертовна, вопрос такой, а вы где их нашли, вот этих товарищей? Просто интересно, да, вот как вы встретились? А мы встретились еще в прошлом году осенью. И тоже мы увидели у наших соседей, наших коллег-музейщиков, по-моему, мы тоже стояли в Вишкороле. Да. У нас тут маршрут такой. Да. Вот, ну, музей обычно делится выставками. Вот, и мы задружились, очень хорошо у нас прошел первый проект «Живая механика» да Винчи, и ребята предложили вот второй проект. А, вот «Живая механика» — это ваш как раз проект, да? Да, наш пилот. О котором мы вначале сказали. Наш пилот. И вот второй нереальная реальность. Да, 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 да. Ну, судя по тому проекту, это правда что-то очень интересное было. Реально что-то очень интересное. Вам комфортно, удобно в стенах выставочного нашего зала? Да, иначе не приехали бы. Конечно, комфортно, удобно. Отдельное спасибо руководству и персоналу. Большое. Давайте сейчас сделаем. Всегда, пожалуйста. Да, небольшую паузу сейчас сделаем. Мы уже непосредственно озвучим те призы, которые сегодня будем разыгрывать. 211-101. Не забывайте номер нашего телефона. Скоро можно будет звонить, давать свои варианты ответа на наши вопросы. И, безусловно, билеты на выставку, о которой мы сегодня говорим, мы разыграем. И подробного об остальных уже призах чуть позже. Культ Поход Продолжается Культ Поход. Выставка «Нереальная реальность». Сегодня стартует в 13.00 в выставочном зале Музея Васнецовых на Карла Липиных, их 71. И мы говорим об этой выставке вместе с заведующей залом Генриэтой Чапуриной и Николаем Бутоновым, создателем выставки и руководителем творческой мастерской СамПо. Итак, Николай, предлагаю озвучить. Ну что ж, мы начнем, наверное, сегодня с книг, потому что книги сегодня очень красивые. Почему начнем? Они у нас первые просто в списке. Да, мы начнем с книг. Это книги от магазина «Читай город». Во-первых, это Ивана Хлобыстин. Песни «Созвездие горчих псов». Не будем говорить, кто такой Ивана Хлобыстин. Это искрометная книга, состоящая из двух повестей. Рассказывает о жизни провинциальной России с юмором, беспощадностью, сочувствием и любовью. 16+. Еще одна книжка три раза в три потолще, чем книгах в обычном. Покрасившая, как бы сказала моя бабушка, да. Да, это Антония Баетт, да, наверное. Да, может быть, Баетт, она вроде там, да. Детская книга называется, но, видимо, она совсем не детская, потому что возрастное ограничение 18+, это многослойный роман взросления, сага о трагических судьбах, представителей нескольких семей, которые разочаровываются. Разворачиваются на широком историческом фоне. Фу, разворачиваются, да. Трудно читать, конечно, такие длинные слова, я тоже их не люблю. Напомню, что эти и другие книги можно купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская улица 65, это торговый центр «Театро», или на Ленина 103, это торговый центр «Крым». В «Театр кукол» вы можете попасть 14 июля на театральный микс 2017 в «Куклах», начало в 17.00, ограничение 12+. Это, мы напомним, будет проходить у нас фестиваль в «Театре кукол», и вот эта постановка 14 числа, театральный микс, это уже завершающая. Да, это специальная постановка в рамках этого фестиваля. Да, у нас два билета. Итого на четыре часа, два билета, каждый на двоих. У нас, как всегда, пригласительный билет в галерею «Прогресса», там идет выставка «Пакт Рериха. История и современность», возрастных ограничений нету. Есть у нас в кино сегодня билетик, билетик в кино на двоих человек в «Театр Колизи», если быть точным. Дальше. У нас выставочный зал Вятского художественного музея имени Васильцовых. Слушай, как удивительно, а? И там, наверное, выставка какая-нибудь, да? Наверное. В выставочном зале, конечно. Да, правда? Та самая нереальная реальность, да. У нас есть три пригласительных, каждая пригласительная тоже на две персоны. И каждая очень красивая, просто, не знаю, можно я камеру еще покажу? Такое симпатичное. Да, заходите на сайте «Кирова.ру», если есть такая возможность, видеотрансляция присутствует. И еще, да, Генрия Альбертовна, есть один билетик на «Мир Фэнтези», да? «Мир Фэнтези», да. Тоже эта выставка. Один билет на... тоже на две персоны, да? Да. Да, хорошо. Кроме того, мы разыгрываем сегодня два билета на концерт группы «Шейкари» в ресторане «Гауди». Это было 14 июля. Правильно я назвал, да? Да, да, да. И еще немножко о музыке хочется поговорить. В одном из ближайших культпоходов у нас в гостях будет снова группа «Эльтанго». Ура! Вместе с Николаем Донецким, безусловно. Они собираются, вернее, уже готовят новый альбом. И, собственно, в честь этого-то они и придут рассказывать в своем творчестве. Ну и к тому же сегодня «Эльтанго» можно послушать в книжном клубе «Двенадцать». Место встречи изменить нельзя. Приступаем к розыгрышу. Такому большому количеству наших призов. За гостей первый вопрос. Да, Генрета и Николай, кто будет задавать вопрос? Нет, пускай хозяйка задает. Хорошо, хозяйка медного выставочного зала. Медного выставочного зала. Золотого. Итак, вот мои научные сотрудники зала придумали билеты согласно теме выставки «Нереальной». Придумали вопросы. Придумали вопросы согласно выставке теме «Нереальная реальность». Кем являлся Альберт Эймс, изобретатель знаменитого парящего в воздухе стула? Три ответа. Три варианта. Три варианта ответов. Офтальмолог, дизайнер, иллюзионист. Офтальмолог, дизайнер, иллюзионист. Кем был Альберт Эймс, создатель парящего стула? Что такое парящий стул? Сейчас я не могу сразу собрать. А вы приходите на выставку, посмотрите. Он там будет парить? Да, там не только. Эймс был вообще удивительный человек. Не подсказывай. А я не подсказываю. Он просто говорит, что он был удивительный человек. У вас нет такого варианта. Да, там есть еще один экспонат его творчества. Достаточно интересный. Но это всемирно известная такая штука, да? Да. Оказывается, в Кирове тоже его хорошо знают. Павел уже есть желающие ответить на этот вопрос. Добрый день, мы приветствуем вас. Как вас зовут? Добрый день, меня зовут Наталья. Наталья, помните варианты? Да, я думаю, что он был дизайнером. Нет, неправильно, неправильно. А был такой вариант вообще дизайнер? Был. Был, но оказался неправильно. Наталья, может быть у вас еще из двух вариантов что-то родится в голове? Тогда, может быть, оптальмолог? Вот это верно. Тогда, да, может быть. Ну что, зачтем. То есть врач-глазник, как у нас говорят. Глазник. Глазник, да. Зачтем за правильное время, да? Он все узнал, видимо, про оптические иллюзии. То есть он знал, как глаз устроен, как глаз можно обмануть. Да. Молодец, мы пока. Хорошо, Наталья, поздравляем вас. Со второй попытки верно ответили. Что хотите получить? Книжку можно 18+. 18+. Детскую книжку 18+. Детская книжка. В ней почти тысяча страниц, между прочим. Так что желаем вам освоить ее благополучно. Хорошо, все, договорились. Книжка ваша. Не кладите трубочку. Да, вам объяснят, как вы книжку эту получите. Да. Николай, сегодня отказываетесь задавать вопросы? Да, я честно устал. Ну хорошо, Генерита Альбертовна, с вас еще один вопрос. Генерита Альбертовна, с вами Николая. Да. Итак, еще один вопрос. Если посмотреть на изображение сквозь стакан воды, что произойдет с этим изображением? А я же думал, со стаканом что произойдет. Три варианта. Изображение уменьшится, оно будет зеркально отражено или ничего не изменится. Через стакан, наполненный водой. То есть нальем стакан воды, смотрим через него на изображение. Желательно не граненый, граненый не для воды. Оно уменьшится, оно не изменится, либо... Будет зеркально отражено. Будет зеркально отражаться. Ну, в принципе, я думаю, что человек, который сейчас хочет ответить на вопрос, ему достаточно взять стакан. Одной рукой держит телефон. Те, кто на кухне, у них преимущество. Да, другой в стакан, собственно, наливает воду. Не граненый, предупредил Николай, берите с плоскими. С плоскими. Ой, не с плоскими. Без рюмера, в общем. Если ваш граненый стакан исказит изображение, за счет не пойдет. Кстати, есть желающие ответить. Кто-то уже успел это сделать. Слушаем вас, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Это Олег. Да, Олег, да. Вы наш постоянный участник. Ну, что, провели это? Что показал ваш стакан, Олег? Скорее всего, уменьшится изображение. Нет, неправильно, Олег. Видимо, мы все-таки опытным путем не проверили вашу догадку. Так, хорошо, мы сегодня добрые. Даем еще одну попытку. Еще варианты какие? Ничего не изменится, вариант. И оно будет зеркально отражено. Ну, вот так вот, Олег. Либо он, либо пропал. Третьи попытки не будем давать, простите. Алло. Зеркально отражено. Да, конечно. О, угадали. Правильно. Второй счастливчик со второго раза. Зеркально отражено? Да. Поясните. У нас, к сожалению, здесь нет прозрачного стакана. Не готовы мы. Ну, это физика, оптика. Преломление световых лучей при пересечении более плотных сред разворачивает изображение в обратную сторону. Вы можете перейти на выставку и убедиться. Там у нас специально есть экспонат, который так показывает. То есть специальный стакан, через который можно смотреть? Там графин. А, графин. То есть любая стеклянная емкость, да? Да. Стеклянная? Да. Прозрачная имеется в виду. Прозрачная, да. Чтобы прозрачная была, отлично. Ну что? Олег, что вы выбираете? Пойдете на эту выставку? Хорошо, давайте. Пойдете, да? Отлично. Отлично. Нереальная реальность. Вот уже один клиент у вас есть. Музыкальные вопросы сегодня будут? Конечно, обязательно. Ну, у меня я уже начал еще в прошлый раз вопросы задавать о связи моего любимого рок-н-ролла и мира кино. И как бы речь шла о том, что есть песни, которые создавались специально для фильмов, есть песни, которые были созданы после выхода фильма. А вот песенка, которая сейчас появилась за много-много лет до того, как появился одноименный фильм, и эта песня стала в очередной раз хитом. Я попрошу нашего звукооператора немножко включить музыки. Я думаю, все узнали голос Роя Орбисона. Это хит его 64-го года. Он называется... Нетленочка. Да, Pretty Woman, ну как переводить, я думаю, мы переверем его как красотка. А, собственно говоря, много-много лет спустя уже появился фильм в 90-м году. Появился фильм с аналогичным названием, где эта песня стала главной музыкальной темой. Я думаю, все его помнят с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. А вопрос мой будет такой. Героиню роль, которую исполняла Джулия Робертс, звали как? Ее звали Лилиан, ее звали Вивиан, или ее звали Флориан. Вот тот угадает, тот получит наш рейс. Или Павиан. Ну это уже вариант Павиан. Есть звонок уже, да? Итак, как же звали героиню Джулии Робертс? Которая была представительницей... Древнейшей, простите. Древнейшей, да. Простите, что-то вспомнилось. Ну так, я думаю, все это и так знали, да. Ну что ж, у нас уже есть желающие ответить. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомый голос, как всегда, раздался. Ну, на всякий случай, как вас зовут? Андрей. Андрей. Андрей Жигалин, да. Ну что, а как же звали героиню Джулии Робертс? Ну, ее звали Вивиан. Совершенно верно, ее звали Вивиан. Он знал. Он знал, он давно знал. Он заранее знал. Только я не уверен, что это Андрей Жигалин. Нет, не Жигалин. Нет, не Жигалин, да. Другой Андрей. Просто, слушай, походу голоса. Вивиан, в общем, да? Вивиан, да. Звали Вивиан, совершенно верно. Да. Была тогда Джулия Робертс мало уже почти на 30 лет. Хотя вон в том году, да. Что хотите получить? Хотелось бы, конечно, билет на выставку. Вот на нереальную реальность. Да, да. По-моему, это еще один правильный ответ. Да, да. На самом деле. Без проблем. Хорошо, мы вам вручаем этот билет. Вот Генрета Альбертовна сейчас его отодвинула от себя. Поделилась. Забирайте. Сейчас наш редактор вам подскажет, куда прийти за этим самым билетом. Итого у нас еще остается еще один пригласитель на эту выставку. Тоже на две персоны. И, кроме того, не забывайте про такое мероприятие, как Мир Фэнтези. Тоже в выставочном зале. Предлагаю напомнить, что у нас осталось. Мы так активно начали разыгрывать. И уйдем на рекламу. Дальше продолжим. У нас осталась книга, во-первых, Ивана Ахлобыстина. Ахлобыстина. Я больше ничего про нее говорить не буду. Да, театральный микс в Театре Кукол 14-го числа. Там два пригласительных на две персоны. Билет в Галерею Прогресса на выставку Пак Трериха. История и современность. Кинотеатр Колизей. Один билет тоже на две персоны. Про выставочный зал мы уже сказали. Соответственно, у нас два билета на концерт шейкеров в ресторане Гауди 14-го июля. Вот так вот. У вас еще есть прекрасная возможность поучаствовать и позвонить нам 201-101. Но мы пока передохнем. Культ поход. В культ походе мы сегодня общаемся с Генриетой Чапуриной, заведующей выставочным залом Гятского художественного музея Мини Васнецовых. И Николай Бутонов, руководитель творческой мастерской Сампо. Через полчаса ровно будет открываться в выставочном зале выставка «Нереальная реальность». Как вы сказали, Николай, надо еще привести себя в порядок перед выставкой. То есть вы будете приветствовать гостей, обниматься. Мне даже страшно спросить, что значит «Нереальная реальность» и привести себя в порядок. Нет, ну как-то авторы-то будут представлены Генриетой Ребятки? Авторы, кураторы. На кураторы, да. Конечно, мы обязательно представителей лаборатории, мастерской Сампома представим. У нас будет очень много. У нас будет группа детей из 30 человек. Поэтому организовать такую аудиторию, это непросто, вы сами знаете. Их нужно правильно впустить и выпустить из лабиринта, из темного, из темного пола. И чтобы все вышли. И чтобы все остались живы. Посчитать по головам надо. Чтобы они прошли через все 25 испытаний, которые арт-объекты у нас присутствуют в трех залах. И пообщаться еще с журналистами. Вот такое открытие веселое. А сколько времени в среднем тратится на то, чтобы все эти 25? А это все от любопытства зависит. А, от любопытства. Да. Некоторые зависают перед простейшей вещью, она им очень нравится и не отгонишь. Да и в тот же лабиринт можно и в несколько раз зайти. Так что она придется в полной темноте. Как-то посетители информируются, что, мол, не задерживайтесь, если людей много. С темным лабиринтом вообще какая-то магия происходит. Взрослого человека туда не загонишь, поскольку опасения определенного рода у взрослого человека. Как это я пойду? Страхов больше. А детей оттуда не выгнать. Они первый раз идут, рабея, потом не выгнать. Потом начинаются гонки на перегонки. Кто смелее, кто быстрее, кто дольше. То есть ограничений по времени пребывания на выставке нет? Нет. Нет. То есть только вы гоняете всех. Слушайте, а вот когда заканчивается работа в выставочном зале, вы как во всех этих лабиринтах находите? Мы одеваем фонарик на голову, смотрителю себе и идем в лабиринт. Была идея использовать какую-нибудь фосфорную маску, но мы от нее отказались. Представляешь, в темном лабиринте встречаясь с того, кто идет тебе на встречу в фосфорной маске. Да ну нафиг, да? Да, да, да. Да ладно, достаточно фонариком посветить снизу. Снизу, старая шутка. Давайте, хорошо, продолжим дальше играть. Мой вопрос. Так, мои вопросы сегодня связаны с Иваной Купалой. Ну понятно. С 7 июля, да. Сегодня, а завтра день любви, семьи и верности, день святых Петра и Февронии. Иван Купал, ну на самом деле время-то уже ушло, потому что все, что нужно было делать, в том числе и прыгать через костер, это нужно было делать сегодня ночью. Ночью, ночью с 6 на 7. Но так или иначе, я вопросы именно с этим свяжу. Николай сказал в перерыве, что что-то слишком вопросы мы легкие задаем, да? Ну давайте я попробую посложнее. Вопрос задать, связанный с Иваном Купалой. Принято считать, что папоротник, да, расцветает вот именно в эту ночь. И вот надо обязательно сходить, посмотреть, не расцвел ли, и обязательно его сорвать. Есть такое поверье, да? Есть. А собственно для чего? Вот что вот даст человеку вот этот сорванный папоротник и обладание им? Как бы сказала молодежь, в чем прикол? Да, в чем прикол. Ради чего? Зачем всю ночь шастать и искать цветущие папоротники? Вот наши предки что по этому поводу думали? Вот что получает нашедший и сорвавший этот папоротник-то, согласно поверьям? Согласно поверьям. Да, звоните 211-101. Ну я на самом деле нашел несколько вариантов, разные по-разному источники объясняют. Ну вот сейчас мы узнаем наверняка четвертый человек, еще один вариант наверняка узнаем. Уже есть желающие ответьте на этот вопрос. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Александр. Александр, папоротник когда-нибудь цветущий видели, находили? Нет. Нет. Ну высказывайте свою версию. А для чего собственно нужно обладать этим цветком? Если я помню книжки из детства, он открывает клад. Клад? Да. Сорвал и клад открылся? Ну, то есть как бы... Начинаешь понимать где рыть. Где рыть? Да. Нет, ну на самом деле, да, версия вполне себе. Про клад тоже говорился. Я вот нашел, например, весь, что тебе вечно по жизни отныне начнут клады открываться. Ну то есть вот идешь-идешь и внезапно клад перед тобой. Ну правильный вариант получается. А еще нашел версию о том, что с момента нахождения этого цветка-папоротника ты научишься понимать животных и растения. Слышать их голоса. Вот так вот. В таком случае клад лучше. Клад лучше, да. Чем слушать все, что животные про нас думают. В общем, засчитываем ваш ответ. Конечно, этот ответ насчитать правильным. Куда пойдете? Что хотите получить? В Колизей. В кинотеатр Колизей. Все без проблем. Хорошо. Вот это красивый билетик уже ваш. Да, не отключайтесь, пожалуйста. У нас редактор вам объяснит, куда прийти и забрать этот билет. На двоих напомню. Билеты, Альбертовна, к вам возвращаемся. Вам задавать вопросы. Да, конечно. Вы сегодня за всех отдумаетесь. Ну вот мы познакомились с офтальмологом Альбертом Эймсом. И вот с этим именем еще один вопрос. Какие объекты или каковое пространство использовал Эймс для своих визуальных трюков? Варианты. Варианты. Окно, стена, дверь. Окно, стена или дверь. То есть какое вот именно пространство он использовал для своих трюков, да? Да. 211-101. То есть у него было какое-то любимое пространство, где он вот эти вот показывал свои вещи, да? У него много было забавных штук. А он вообще параллельно с профессиональной деятельностью этим занимался? Он учебники писал. А, учебники писал. Многогранный человек. Ну у нас, смотрите, Эймсу знают хорошо, оказывается. Окно, стена, дверь. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Правильный ответ, я считаю, что стена. Стена. К сожалению. Так, подожди, давайте начнем с чего? А как вас зовут? Мария. Мария, значит, вот насчет стены вы не угадали, но у вас есть еще два варианта. Окно или дверь? Door or window. Наверное, дверь. Ну что ж, вот сейчас мы находимся в ступоре, мы не знаем, что делать дальше. Давайте еще. Так, чего еще? Так, что, два неправильных ответа. Ладно, Мария, коли дозвонились, давайте еще одно слово говорить. Окно. Окно. Вот. Ну, по крайней мере, это слово произнесли правильно. А в чем мы будем делать, уважаемые? Почему именно окно, Николай, поясните? А, вот я не знаю. Это Кеймсу. Это вопрос о Кеймсу. У нас есть такой объект. У нас даже один экспонат. Как он работает? Давайте решим сначала, что делать с нашими слушательницами. Слушательницей? Мы признаем нашу слушательницу победителем. Признаем. Признаем. А потом поговорим про окно. Мария, ваш выбор. Из нашего списка призов. А, что осталось? Да много чего еще осталось. Вот пойдете на выставку, вот на эту нереальную реальность? У нас есть еще один пригласитель на две персоны. Пойдете? Вы не имеете права отказаться. Абсолютно. Мы вам тут так и поблажку. Вы с третьего раза угадали. Вы просто... Из трех. Должны понять. И увидеть заодно. Вот эти вот как раз оптические иллюзии. И знаменитое окно Эймса. Мы настаиваем, Маша. Театр кукол есть? Что? Театр кукол. Театр кукол? Есть театральный микс в куклах. 14 июля. Начало в 17.00. Ограничение 12+. Ну, давайте. Театральный микс, да? Ага. Ну что ж. Как воспользовалось. Такое ощущение, что нами воспользовались. Да, нас воспользовали. Нас использовали. Ну ладно, театральный микс, да театральный микс. Трубочку вам объяснят, как получить этот билет с редакцией. Еще один музыкальный вопрос. Снова я уже, да? Да. Ну и снова тогда про немножко рок-н-ролл. Только сейчас будет немножко панк-рока. И опять же про фильм. Я попрошу включить фрагмент вот этой композиции. А потом мы поговорим уже о фильме. Субтитры сделал DimaTorzok Это группа Misfits поет свою песенку «Марс атакует». И вот судьба этой песни интересна. Она была написана специально для наебенного фильма, да? Но в фильме ее нет. Она в фильм не вошла. Что, прокатили их? Как-то так получилось, что не попала на фильм. Зато она попала в альбом тоже с интересным названием «American Psycho», то есть «Американский психопат». Да, это опять же альбом назван по одной знаменитой тоже книге. И по фильму, который по ней вышел. Но мы вернемся к фильму «Марс атакует». Его в 1996 году снял Тим Бертон. Фильм этот, я думаю, мы хорошо помним. Там куча американских звезд. Он чем-то напоминает по сюжету «Войну миров» Уэллса, но чем-то и не напоминает. Вот в чем вопрос. Уэллса мы помним, от чего погибли марсиане, да? А вот здесь вопрос в этом фильме «Марс атакует». От чего погибли вот эти самые марсиане? Три варианта ответа. То есть они погибли от несварения желудка? Они погибли от любви? Или они погибли от музыки? Музыка, несварение любви. Да, вот кто вспомнит фильм «Марс атакует», и кто же вспомнит, от чего же в этом фильме погибли злые марсиане? А любовь в этом случае это процесс или чувство? Да, там процесс тоже есть. А, в этом фильме попытки, пока нет, процесса есть. Да, у нас, кстати, смотри, оказывается, много любви. Знатоки. Да, знатоков. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Надежда. Надежда. Вы видели фильм «Марс атакует»? Нет, честно говоря. Надежда, мы с предыдущей слушательницей были очень мягкие. Мы не будем будем такими мягкими. Нет, ну давайте послушаем. Может быть, она сразу скажет правильный ответ. Ну, от чего же погибли инопланетики? Я предполагаю, что это музыка. Да, это так. Да, там такая трогательная. Тарушенция, которая слушала все время свою любимую песню и вдруг заметила, что эти чудушки-то от нее погибают. Не повезло. Очень весело в этом плане. Ну что ж, вам просто очень повезло, вы угадали. Что бы вы хотели получить в качестве приз? Хотелось бы на выставку сходить. Выставка «Нереальная реальность». Слушайте, у вас два правильных ответа. Да, все отлично. Это билет ваш. Генерита Альбертовна, мы разыграли все пригласительные на выставку «Нереальная реальность». Не кладите трубку, пожалуйста, вам объяснят, где получить можно будет это пригласительное. Следующий мой вопрос, да? Это праздник Ивана Купала сегодняшнего. Есть тоже такое поверье, связанное с этой датой. Сегодня, 7-го числа, ни в коем случае нельзя что-то продавать, отдавать или давать даже деньги взаймы. То есть, если будут сегодня просить, ни в коем раз. Какой уже всякий раз хотел сегодня занять. А мне не дадут. И у них есть обоснование. Обоснование мы хотим услышать от того, кто дозвонится. Тогда почему, вот такое поверье, нельзя ничем делиться, отдавать, продавать и давать деньги взаймы, иначе что-то вот-вот постигнется. Вот так вот. Ну что, интересный вопрос. 211-101. Я не знаю, срабатывает ли это вообще 7-го июля каждый год. Сейчас мы узнаем. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Константин. Константин. Сегодня не давали, не брали денег взаймы? Всяко бывало. Нет, сегодня, сегодня, сегодня. 7-го июля. А, 7-го июля? Нет. Не успел. Не успели еще, да? Хорошо. Давайте, ваш вариант, ваша версия. Что же такое случится-то с человеком, если вот он так поступит? Ну, я не знаю, может, слишком меркантильно, но может, просто это не вернется или потеряется, или что-то из этой серии. Так, в правильном, в общем-то, направлении-то мыслите, да? Ну, как-то вот развиваете, развиваете мысль. Не вернется, бедность. А, ну, значит, человек потеряет все, что-то из этой серии. Вот, 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 примерно так, да. Считалось, что если на день Ивана Купала одолжить или что-то отдать или продать, вот черная полоса... Все так и пойдет, да? Все так у тебя и пойдет. Да, черная полоса начнется с этого момента, обеднеешь, оскудеешь, там, имущество куда-то пропадет. Оскудеешь. И так далее. Полоса превратится в фон. Да. Константин, в общем, мы добрались до истины. Уже есть у вас конкретный уже приз, что вы хотите взять у нас? Да, я бы хотел на шейкеров попасть. На шейкеров. 14 июля. В ресторане Гауди. Хорошо. Отдаем мы вам этот приз. Не кладите, пожалуйста, трубку. Вам объяснят, где его забрать. У нас остается буквально минуты до конца. Наверное, уже не успеваем задать вопрос. Не успеваем. Как долго продлится выставка у нас в городе? Два с половиной месяца идет выставка с сегодняшнего дня до 17 сентября. Милости просим. Карла Липникова 71. Ежедневно с какого времени? Ежедневно. С какого времени? Ежедневно. Понедельник выходной. Со вторника по воскресенье с 10 до 18. С 10 до 18. До 6 вечера. Карла Липникова 71. Всю информацию о выставке вы можете получить на сайте nerealk.rf, посвященный как раз именно этой выставке. Там все указано, куча информации. Вы в очередной раз надеетесь на очень теплый прием, на внимание жителей наших городов. Они скоро уже узнают, через 15 минут. Можно пока не гадать. Можно просто прийти и посмотреть. Ну, успехов вам. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо за визит в Культпоход. Наших слушателей тоже благодарим за эту активность. До встречи в Культпоходе ровно через неделю. Именно в Культпоходе я имею в виду. Напомню, что по пятницам мы приветствуем вас в этой программе. Начало в 12.05. На этом все. Я, кстати, не прощаюсь. Вернусь в программу Союза Нерушима через 20 минут. Спасибо. Культпоход.